И открываем кран, который циркулирует в воду в другую сторону, то есть от вход данной батареи. Заменяем батарею, или же мы ее ремонтируем, потом снова открываем кран подачи, открываем кран обратки и закрываем кран, чтобы у нас по полному воду циркулировала вода. На стендах Арзамасского ресурсного центра к сфере жилищно-коммунального хозяйства представлен научный подход. Преподаватели говорят, что начиная со второго курса учащиеся уже практически готовы приступить к реальной работе. Обучение на тренажерах, которые аналогичны оборудованию на реальном производстве, им это вполне позволяет. Сами студенты уверены, профессия в руках востребована всегда, особенно в ЖКХ. Сейчас, так как появились новые стенды, новые оборудования, очень интересно не только теория, но и практика. То, что мы получили теорию, еще можно это все предпринять в жизни. То есть выучили что-нибудь, мы можем это не только по своей работе, но еще и дома это использовать. Почему я выбрал специалист? Потому что я вижу в этом перспективу развития. Так как сейчас сфера вот эта вся развивается, это выгодно больше будет. Я могу быть широким специалистом. Здесь представлено множество стендов, на которых мы можем отрабатывать разные навыки, специальности. Хотите сантехнику, хотите, мы будем просто сидеть, управлять с пульта управления. Арзамасские работодатели, а это руководители производственных предприятий и фирм, буквально выстраиваются в очередь за выпускниками этого ресурсного центра. Качество подготовки, квалификации и практический опыт молодых специалистов дают преимущество и соискателям, и работодателям, которым обучать кадры уже не нужно. Все необходимые навыки они получают на практике. То, что касается сферы ЖКХ, это та отрасль, где квалифицированные кадры особенно востребованы, потому что их системной подготовкой, по большому счету, именно рабочих, профессиональных кадров, был большой дефицит и востребованность. Вот в квалификации персонала, который занимается непосредственно рабочими профессиями, организацией, подготовкой организации работ в сфере ЖКХ, это особенно актуально и для предприятий, и для города Арзамаса. Самое главное, что после того, как они заканчивают, эти ребята фактически все уже распределены, и очень хороший зарплата. Например, останочники на многих предприятиях получают сразу по 45 тысяч. То есть многие-многие предприятия сегодня действительно, можно так сказать, в драку за этими выпускниками, и они расписываются еще заранее, даже до поступления тех, кому нужен. Поэтому, в принципе, люди очень хотят попасть на эти профессии. В правительстве Нижегородской области заявляют о масштабных планах по строительству ресурсных центров в этом году. Планируется открыть еще три, от промышленного комплекса до парикмахерского искусства в Нижнем Новгороде, Держинске и Павлове. Ресурсный центр, он работает по совершенно другим правилам. Одновременно идет и теоретическая, и практическая подготовка. Нет жесткой привязки к каким-то конкретным видам технологий, оборудования. То есть рабочий может найти себе работу на любом предприятии, где применяется сегодня современная оборудование и технология. Нам нужно где-то около 30 ресурсных центров. Сейчас еще три откроем, 27 будет. Уже совсем близко к финишу, но я думаю, что это финиш первого этапа. Там еще появятся профессии, появятся новые технологии. Работа по созданию ресурсных центров в регионе началась в 2010 году. Эти образовательные заведения открываются на базе ПТУ. Данный ресурсный центр подготовки кадров для жилищно-коммунального хозяйства стал передовым не только в Нижегородской области, но и в Приволжском федеральном округе. Ксения Доринова, Анастасия Рябова и Василий Ниндзев из Арзамасского района. Объективно. ННТВ.